Получили вытяг из державного кадастру про земельную делянку, на которой построен дом народного депутата Егора Соболева. Это известный иллюстратор и антикоррупционер. Находится в Киевской области, в Киево-Святошинском районе, в селе Горбовичи, улица Мельника. Любопытно, что дом и земельный участок на 8 соток Егор Соболев внес в свою декларацию за 2013 и 2014 год. Хотя в госреестре указана дата регистрации участка 15 сентября 2015 года. Получается, Егор еще в 2013 году был уверен, что у него появится земельный участок именно в селе Горобовичи. Или же просто Соболев решил внести его в декларацию за 2013 год, потому как не хотел показать, что в первые годы его депутатской каденции он сумел обзавестись земельным участком и домом. Припоминаете, кто из коллег Соболева по парламенту уже тоже так делал? Подавая в 2014 году декларацию за 2013, Залищук решила подстраховаться и внесла в документ заведомо ложные данные о наличии недвижимого имущества, указав, что еще в 2013 в ее собственности находилась не одна квартира, а две. Но если всплывет чего-то, то у любого депутата, антикоррупционера или иллюстратора всегда есть девушка-диджей, гражданский муж-европеец или просто Маруся. То есть вы все живете на 4,5 тысячи? На жаль. Как у вас трое детей, насколько я знаю? Я живу за рахунок в Марусе. Ну, я знаю, что у вас есть квартира, у вас есть загородный дом небольшой. Как же вы его содержите? Это все Маруся содержит? Она работает телеведущей, и это та жахливая ситуация, когда большинство доходов в родине зарабатывает дружину. Кроме коттеджа в Горобовичах, семья Соболева владеет квартирой в Киеве, на улице Гоголевской. Примерная цена такой жилплощади в столице на рынке составляет около 3 миллионов гривен. Если у вас няня для детей, помощница по дому, сколько вы ей платите? Близко 4 тысяч гривен. То есть всю вашу парламентскую зарплату, фактически? У меня трошки залишаются. Хорошо живете.